Памятники Ленину по всей стране рушат любители селфи. В Томске, например, уже второй случай. Один монумент развалился на прошлой неделе. От Ильича в прямом смысле остались только ноги. И вот сегодня селфи погубило еще один обидшавший монумент. Подобный случай этим летом был и в Кемерове. Там вандала нашли по отпечаткам пальцев на пивной бутылке, которую он оставил на руинах. А комсомольцы из республики Коми тем временем объявили конкурс. Тем, кто сделает интересные селфи с Лениным, даже планшеты подарят. В гаджеты, разумеется, предварительно загрузят тексты всех научных трудов вождя мировой революции. Узнаваемые профили хэштег селфи с Лениным. Стоило комсомольцам из республики Коми объявить, что за лучшую фотографию с памятником Ильичу обещают планшет, правда, с заранее закачанными в него трудами Ленина, подобные кадры стали появляться в интернете с невероятной скоростью. За флешмоб агитирует даже главный коммунист страны. Ленин сумел предложить миру новую идеологию. Попытаться на земле построить царство справедливости, дружбы, братства и гуманизма. Создал партию нового типа, которая сумела восстановить разрушенную Российскую империю. Я считаю, это достойная инициатива. Она не столько удачная, сколько выстраданная. Призыв руководителя подхватывают на местах. И вот уже секретарь по агитации и пропаганде новосибирского обкома делает селфи с бюстом вождя. Мгновение и фото готово. Хоть сейчас на конкурс. Селфи с Лениным, ну, если так видит молодежь себе это, ну, почему нет? Они так или иначе приходят к тому, что они заходят в интернет, читают то это, находят какие-то работы. Вот, например, работа Ленина, которая называется «Империализм» как высшая форма капитализма. Ну, фактически там оттуда можно брать цитаты и вешать их на баннерах в Новосибирске, чтобы всем было понятно, что происходит сегодня в стране. Это памятник Ильичу в поселке Моряковка Томской области. Точнее, то, что от него осталось. Монумент сломал как раз селфи-бомбер. Так в сети называют фанатов фотографировать самого себя. В погоне за необычным кадром молодой человек взобрался на памятник, и монумент не устоял. Теперь его обломки хранятся в гараже администрации поселка, а ноги вождя мирового пролетариата облюбовала для игр местная детвора. Это просто хамство, не культу, без культуре. Это просто вандализм, натуральный вандализм. Я думаю, памятник надо не думать, я уверен, памятник надо восстанавливать в обязательном порядке. А эти кадры сделали сегодня. Памятник Ленину на этот раз в поселке Каргасок, тоже в Томской области, обезображен. И снова по вине любителя селфи. На этот раз не выдержала рука, неизменно указывающая верную дорогу к светлому будущему. Комсомольцы из Коми, объявившие конкурс, рассчитывали узнать, в каком состоянии находятся памятники Ленину по всей стране. И, судя по всему, добьются того, что скоро не останется ни одного уцелевшего вождя. Павел Афанасьев, Мария Черешнева, Константин Стримаусов. Новости РНТВ, Новосибирск.